Добрый день, уважаемые друзья! Мы только что отъехали из усадьбы Репина, художника Ильи Репина. И вот мы направляемся сейчас в Питебск. Я переключаю. Вот наша машина впереди. С флагом идет. Впереди идет машина головная, слева флаг Республики Беларусь, справа флаг Российской Федерации. И также на нашей машине флаги, вот я сейчас покажу. Впереди, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. И из усадьбы Ильи Репина мы направляемся в город Витебск. С нодовским автопробегом. что-то мы остановились какие-то бескрайние куда-то фотографировать вот татьяна николаевна сегодня день рождения вот сейчас наверное я так думаю что не засняли все что нужно для ролик а вот сюда по деревне дорога короче показываем домик хороший домик все в зелени впереди наша машина с флагами мы следуем здесь глина земля земли длинностая поэтому утром прошло дождик вот машины сегодня в Витебске проходит славянский базар сейчас мы туда и направляемся а 12 июня будет день союзного государства маленький домик смотри живут очень скромно но маленький ухоженный садик цветочки растут это видимо какая-то бабушка живет наверное может удачи так вот на асфальт выезжаем уезжаем на асфальт все флагман а потому что регина снимает сейчас нормально сделаем как надо давай садим на асфальт держит вот именно может ближе чуть-чуть так все направляемся вы выехали на асфальт наезжаем что мы стоим не понимаю мы ж не местные мы ж не нас ну определяет так скажите вы люди не местные Юрий Сергеевич как вам усадьба Репина? да мне очень понравилось вообще такие красивые места и западная Двина там вот речка широкая даже по-моему шире Москва реки то есть такие просторы и очень живописные места ну и сам дом это дача внутренне к сожалению не попали но по рассказам вот Татьяны Николаевны там значит были много и картин и рисунков его набросков извините я сейчас сниму смотри снимай как красиво да вот так а так вот я от да так вот Субтитры сделал DimaTorzok Снимай, сейчас красиво смотрится На, ты спереди там снимай, тебе лучше Перезагрузку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, и там, кстати, вот я снял прямую трансляцию, когда уже мы уходили, в конце, подошел к нам представитель вот этой усадьбы, который там работает, правда, я не знаю, кем он там работает, но не важно, в принципе, кем он там работает. И вот мы, спросил у нас, да, был очень удивлен, как бы посмотрел, посмотрел на наши флаги, ну, и, соответственно, мы в форме вот образца 1943 года, и там и песни исполняли, и сегодня я еще напоминаю, у Татьяны Николаевны день рождения, 10 июля, да, вот Юрий Сергеевич сегодня исполнял романс. Мы же не один, а несколько, да. Создравляем. Да, соответственно, люди это увидели, конечно, заинтересовались. Что у вас за акции? Да, что у вас за акции, вы кто такие? Что у вас за флаги? Да, что у вас за флаги, ну, мы вот им объясняли, там, кто мы такие, что такое национальное освободительное движение, какие у нас цели и задачи. Ну, вот, так, соответственно, вот этот товарищ, который к нам подошел из усадьбы, вот, он, соответственно, мы объяснили по поводу подписи, что сейчас проходит сбор подписи по всем территориям, по всем бывшим республикам Советского Союза. За то, чтобы дать правовую оценку 1991 году Духову Горбачеву, который незаконно ликвидировал Советский Союз, ликвидировал органы управления Советского Союза и так далее. Он и компания. И вот этот человек, выслушав нас, там, нас буквально 5 минут, подписал вот это коллективное обращение. Так что, ну, и вообще можно сказать, что... Он даже нас поблагодарил. Ну, конечно, да, и поблагодарил. То есть это вот на моей страничке подробно можно в стриме посмотреть, Вадим Бугачев в ВКонтакте. Вот, и что можно сказать, вот тут мы четвертые сутки находимся. В Минске были, в Гомере были. Сегодня... Да, да, да. Ну, это вот такие, в краю дороги, ребята, просим. Сегодня находимся в городе Дизельске. Вот лично я, по моим вопросам и по вопросам соратникам, можно сказать, что если вот будет объявлен эфирендум, условно, вот, 18 июля, Бородинская битва и там объявят этот все-таки референдум, то есть если это произойдет, то вообще никаких нет сомнений, что здесь народ в Белоруссии проголосует за воссоединение одного народа, который незаконно разъединили в 91-м году. 25 миллионов пострадавших официально, как уже ранее говорил Владимир Владимирович Путин. Так что, ну, вот как бы такое, такое наше наблюдение. Вот лично мое мнение... Сигналят, вот машины проезжают, все сигналят, поддерживают. Поддерживают нас. Да, и я хочу сказать, всего лишь вот за эти 4 дня только 3 человека были против. Один прям целенаправленно к нам подошел, мы ехали с пробегом, он что-то там выкрикивал в окно, а потом подошел в музей боевой славы, да? Да, в военной славы, в военной славы. Подошел к нам и говорит, что я поляк-шляхтец, и буду губами грызть эту землю, чтобы не было вот этого поведения. Это вот единственный он был в тот день. И еще одного мы встретили в кафе в Минске. Ну, это БНФ, верно. А, это вот БНФ, настоящий БНФ. Белорусский народный фронт, который, в честном виде, коллаборационисты и предатели, которые работают за иностранные деньги, за деньги Евросоюза и так далее. На самом деле 4 человека. Двое из них были из БНФ, и плюс еще еврей, который... Который в Гомеле. Который начал говорить, я за кровь вообще, я за Майдан. Вообще бред такой нести. За революцию. Я за Майдан, я у них переспросил дважды. Мы с таких мы тоже встретили, но это было их в меньшинстве. А так, в основной массе. Вот возле танка мы фотографировались, пели, забирали подписи. Молодец моя была. А в Гомеле, когда к нам подошла милиция, подъехали там, то есть они такие, говорят, вы что тут с лагами? Ну как что, вот танк Т-35, мы тут поем. Соответственно, пели песни Катюша, Священная война, молодость моя Белоруссия, гимн союзного государства, как мы называем эту песню. Текст написан, уже исполняем ее давно. То есть приехал потом старший лейтенант милиции, как бы так посмотрел, говорит, вы что там, да все нормально. То есть вообще никаких проблем к нам. Да. Понимаете, вообще абсолютно. И лояльно к этому все относятся, все понимают, о чем мы говорим. Все понимают, чего мы хотим. Ну, может так, не все говорят об этом, особенно работники милиции. Потому что они, как бы, должны такой удержать нейтралитет к этому всему. Но поддержали все. Ну, они же чувствуются, они же видят, знают, ну, что тут. Понятно. Там Т-34, а там соседнее здание, там был концлагерь. Да. Ну, вообще, город Гомель, это вообще город патриотический. Там одни патриоты живут. В чем говорит? Ну, правильно, там вот эти БНФовцы за деньги, ну, они везде есть. Ну, что, где заплатили, там они... В Минске, в Гомеле, в Бресте, в Северной. Да, и в Минске, в Гомеле, и в Громе, там где угодно. Но народ-то, он патриотический. Народ помнит 1941-1944 годы оккупацию Беларуси. Они же помнят это. И партизанскими тропами мы хотели, вот, партизанская крыльничка, вот это возле Гомеля. Там первый отряд партизанский под названием «Большевик». Там, значит, сделал свою стоянку такую... Вон в августе уже был состав. 7 километров вглубь леса от ближайшей дороги. Да, 17 августа 1941 года. Полтора месяца после начала. Да, ну, потому что полтора месяца они же там подходили. И они там продолжали вот эту борьбу до 26 ноября. 1943 года. Этот первый был областной город Беларуси. Город Гомель, который был освобожден первый областной. Потом были и другие. Так вот, от Гомеля до Минска 300 километров. Так вот эти 300 километров, как бы, их освобождали еще 8 месяцев. То есть только 3 июля 1944 года был освобожден город Минск. И, соответственно, там уже быстрее дальше было освобождено и Гродно, и Брест. Так что город патриотический. Люди выступают за союзное государство, за объединение одного народа, который разделили. Незаконно в 1991 году. И вот эти 28 лет издиются над нами. Понимаете? Это люди все понимают. Ну что тут? Не надо тут никому сказок рассказывать и вот этого всего, вот этой либеральной вот этой вот шелухи. Так что... Да, и еще был создан... Подержи. Был создан штаб НОТ в Гомеле. Новый. Новый. Четыре человека. Избран координатор. И он начал работу. Да там будет больше. Мы обзвонили, просто люди на работе были, они потом подтянутся. Да, соответственно, понятно, что там намного больше. Намного больше. Да. Ну вот. Движемся. Ну что и из милиции, которая нас, это самое, спорождала, тоже там подтянутся. Не понравилась их реакция, когда мы с ним поговорили. Давайте, самое, вы возглавите нашу колонну, как бы, первая машина, полицейская, милицейская. Они говорят, вы знаете, молодцы, мы поддержим. Но это будет конец моей карьере. Ну, это значит, был лично. Ну, как человек, они же все понимают. Да, да, да. Ну, да, да. А мне хочется рассказать такую историю, когда мы на партизанскую тропу Креницы повернули и встретили ребят, учительница, ребят идет в поход. Да, там и из школы. Там из школы, причем возраст разный. Там есть и 7 класс, и 9 класс, и даже вообще помладше ребята. И вот она им, значит, вот патриотические места показывает. И у них был привал, да. Мы едем, и им повезло на трех машинах. А их там человек... Ну, около 15-10 было. Ну, да, мы, то есть, ребят, разместили, загрузили всех со всеми их вещами. О чем есть подробные стримы, вот я снимаю на свою страницу. Может, вы посмотрите, что мне интересно. И главное, дальше мы на этой тропе, как едем, да, встречаем одно бревно. Огромное, перекрыло препятствия нам дорогу, да. Выходим, ребята, пилу там тащат. Сейчас мы тут все это распилим, оттащим, проедем. Да, ну, молодцы, ребята, да. Все там организовали, но не получилось распилить, мы объехали. Ладно, дальше опять бревно, да. Там уже мы смогли быстренько с этим бревном справиться. То есть, все дружно. Пока ехали туда, разговаривали о том, что мы единое государство, мы Ригина. У них там, что у них там по истории преподается. Я спросила, что такое отечество, что такое родина. Да. Ну, там Андрей хорошо сказал, и мальчик Иван, я забыла. Ну, это все вот учительница молодец. Она... Не только учительница, они сказали дедушка и бабушка. То есть, рассказывали именно не родители. Вот по старшим, которые жили в СССР. Молодцы, все ставили подпись. Даже когда мы уже приехали туда, да, на месту. Мы были студенты, когда мы приехали в СССР. Скольников. Да. Или учительница с... Сказали, что мы сейчас с вами с... 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 Все, мы там... Мой учительница говорит, я хочу поставить подпись. Я говорю, пожалуйста. Ребята, мы на отдельном листке можем записать. И ребята все поставили подпись, понимаете? То есть... Понимает, что мы... За... ...заединили. Не с... Мы все... Так, вот, девочки, я вас прерву. Вот, я хочу показать... Коров. Да. Да, вот как раз и сигналят. Ага. Наблюдать стадо коров. Вот, соответственно, Татьяна хочет это запечатлеть. Вон, уже с фотоаппаратом выбежала. И снимает вот это все. Вот, видите, вот там целое стадо коров. Ну, не зря же, что у нас в России много молочной продукции именно из Белоруссии. И что мы очень ценим и благодарны. И сыр, и молоко, и масло, и сгущенное молоко. Отличная. Рогачевская. Рогачевская, да, продукция. Рогачевская зущенка. Да. Всем знакома. Ну, мы тебе... Я ее очень люблю. Да. О, рекламируем Рогачевскую. Он нам рассказывал, что банку в месяц обязательно употребляют. Да, обязательно. Он, когда работал... Я не могу. ...директором ресторана, он говорит, что всегда покупал свои любимые цели. Он делал тортики вкусные, правильно? Да. У меня был кондитерский цех. Кондитерский... О, целый кондитерский цех. Красивые места. Ну, мы там, правда, делали просто пиццу и... Давай осторожней машину, снимем, пока они ходят. Угу. Ой. Секундочку, сейчас мы... Вот. Небольшая остановочка, потому что мы периодически остановимся. Очень красивые виды кругом. В Беларуси вообще чистые поля такие классные. А-а-а... Очень ухожен. Лукашенко заботится о своей стране. Везде чисто. Мы в провинцию тоже заезжали в глубинку. Но я бы не сказал, что вот нам уговорили, вы вглубь заехать и посмотрите, какой там кошмар. Не видали мы никакого кошмара. Везде все чисто, ухожено Работяги работают Вот Моя милиция меня бережет Все под контролем Вот я вам показываю российский, белорусский флаг поближе Короче, снимаем Да, мы так и поняли, у нас стрим идет Мы уже объяснили, что Таня побежала Фотографировать коров Точно Мне всегда для роликов не хватает Для каких-нибудь фильмов Для роликов Именно как коровы пасутся Всегда из интернета приходится Таких национальных природных образов Культурных Это мечта моя, чтобы у нас Сельское хозяйство восстановилось Поэтому я поля Здесь снимаю засеянных коров Лошадей и так далее Кури и гусей Восстанавливать Вот, я показываю Ты в национальном Как это, вышиванка Ну как это, белорусская Белорусская национальная одежда Он нам автобус тоже гудит Посмотрите, как вышита Ручная Ручная Это вот где мы остановились У бабушки У нее такие вышиванки Там она нам дала Да, да, да Бабушка дала Всего доброго Всего доброго Ну что, ты не побежи С коровками Я уже их взяла Я коров снимаю А вы поедете Я думала, ты селфи с коровками Селфи, да, с коровками Давайте вы сейчас трогайтесь Я на коров набеду А вы проезжайте Ладно Вот, друзья Кругом одна импровизация Ищем красивые фоны, картинки Чтобы запечатлеть Чтобы людям показать Ну Наиболее качественные Подобренные картинки В виде Пожалуйста Давай я буду завершать Все, завершаются стримы Да Потому что там уже полчаса Наверное Да, больше Все, доезжаем, да? А, нет, они сейчас снимают Нет, они что там коров хотят Корову заснять Я сейчас завершу все Уважаемые друзья Мы будем завершать Наше прямое включение Вот Вот это сигналят нам все Вот Леноз взяли Сейчас я покажу вам Вот это наша машина Готова К отъезду А там будут съемки Все Всем пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok